Издревле русский наш парнас тянуло к незнакомым странам, и больше всех лишь ты, Кавказ, звенел загадочным туманом. Здесь Пушкин в чувственном огне слагал душой своей опальной. Не пой, красавица при мне, ты песен Грузии печальной. И Лермонтов, Тоскулича, нам рассказал про Азамата, как он за лошадь Казбича давал сестру, за место злата, за грусть и желчь. В своем лице кипение желтых рек достоинств он, как поэт и офицер, был пулей друга успокоен. И Грибоедов здесь зарыт, как наша дань персидской хмарии, под ножей большой горы он спит под плач зурны и тари. А ныне я, в твою безглядь, пришел, не ведая причины, родной ли прах здесь обрыдать или подсмотреть свой час кончины. Мне все равно, я полон дум о них, ушедших и великих. Их исцелял гортанный шум твоих долин и речек диких. Они бежали от врагов и от друзей, сюда бежали, чтоб только слышать звон шагов, да видеть с гор глухие дали. И я от тех же зол и бед бежал навек. Простясь с богемой, за ней созрел во мне поэт с большой эпической темой. Мне мил стихов российский жар, есть Маяковский, есть и Кроме, но он, их главный штабс, маляр, поет о пробках мастер-проме. И Клюев, ладожный дьячок, его и стихи как телогрейка, но я их вслух вчера прочел, и в клетке сдохла канарейка. Других уж и нечего считать, они под хладным солнцем зреют, бумаги даже замарать, и то, как надо, не умеют. Прости, Кавказ, что я о них тебе промолвил ненароком, ты научи мой русских стих кизиловым струиться соком, чтоб, воротясь опять в Москву, я мог прекраснейшей поэмой забыть ненужную тоску и не дружить вовек с богемой. И чтоб одно, в моей стране я мог твердить свой час прощальный, не пой, красавица, при мне, ты песен Грузии печальной.